то что авары якобы обращались с ними как с презренными рабами это ложь полная чушь не было этого если бы авары обращались с ними как презренными рабами то славяне не шли бы в бой умирать за верхушку аваров которые правили то ясно видно и ладно пошли бы раз-два но не веками же это ложь авары наказывали любых будь то славяне будто германцы будь то же сами авары которые предадут предатели они наказывали да несомненно самым худшим образом наказывали вот это мифология в том плане что славяне там были на положении рабов и так далее она искусственно внедрена римом дабы расколоть общество аварского каната еще те времена пытались они французский еврей само был послан в чехию моралью и вот он там организовал государство государство такое псевдо имамат скажем так того периода периода шестых седьмых веков ранее до этого 6 века само и что ислам тогда не зародился но это период еще христианской эры скажем так то вот этот само он тоже двадцать чем-то лет воевал против аваров уничтожая их культуру традиции обычая государственность и так далее и тому подобие на самом деле кем он был он был агентом и сионистов скажем так нынешним языком и агентом жидов это доподлинно уже известно рим давно рассекретил эти документы насчет само они его называют самым удачливым их одним из самых удачливых их проектов поэтому когда говорят о славянах как якобы арабах аваров следует взять для сравнения митохондральную то есть материнскую днк аварского народа где славяне намного ближе к нам стоят то есть славянские женщины были нашими матерями если бы они были бы рабами брали бы они их матеря себе отношение к рабам как раз таки было презренным рабы были презренны и они бы не брали их а это войны это аристократия военно-политическая посмотрите в суть вы задумайтесь над этим глубоко как вас пытаются обмануть и навязать мнение рима обману лживое время мнение рима ранее всевышний говорит что он не любит ложь он ненавидит ложь и минут не не любит ее носители так вот я могу сказать что рим ненавистен всевышним этот ватикан он ненавистное всевышним образование но он вам стоит вопрос если он так ненавистым почему он существует так ведь всевышний дал отсрочку и близцу тоже и им тоже у них тоже есть отсрочка дабы наказание дабы наказание для них было непомерное